Друзья, многие спрашивают о том, можно ли мыть подкапотное пространство. То есть двигатель, соответственно, все, что вокруг, все, что находится под капотом. С одной стороны, да, все, конечно, припыляется, желательно помыть. Но с другой стороны, обратите внимание, что часто на автомойках висят специальные таблички, там где написано, что они не дают гарантии никакой, вообще они не отвечают ни за что при мойке двигателя. Я объясню, что происходит и что делать нельзя. Самое первое, когда вы приехали после долгой дороги или там затяжной какой-то там дороги, вы приехали на мойку, ее нельзя ни в коем случае машину сразу мыть. Я много раз слышал о том и видел, что на выхлопные коллектора при попадании воды они лопаются. То есть люди приезжают на разогретой машине, машина очень сильно прогретая, коллектора, соответственно, очень сильно нагретые, выхлопные. Если только начинают мыть и он лопается, он чугунный, резкий перепад температуры и все. И первая проблема началась. Это я видел на многих машинах. То есть, если вы уже решили мыть, то ее нужно обязательно поставить, чтобы она остыла, только после этого мыть. Это первое. Второе. Обязательно все детали, все фишки должны быть закрыты. И в том числе и блоки всякие там, предохранители, чтобы крышки везде все плотно было закрыто. Вот, чтобы нигде вода не могла попасть. Разными моющими средствами опрыскивают перед этим, помывают, а потом уже керхером смывают. Все равно попадает кое-где вода и начинается окисление. Много раз видел и сам столкнулся с подобной ситуацией. У меня вот эта вот фишка, вот обратите внимание, в таком положении висит. Вот сюда умудрилась каким-то образом вода попасть прямо в нее. И у меня перестала газовая установка работать. После открытия она была полностью заполнена вот здесь водой внутри. И из-за этого газовые мозги дурить начали. После того, как я ее вскрыл, вытер оттуда все, просушил, все восстановилось на место. Но это мне повезло, что она восстановилась. Могло бы и не восстановиться. И это всего лишь один из моментов. Может произойти все что угодно. Поэтому, если будете мыть, то мойте очень аккуратно. Старайтесь не задувать как-то там снизу, а в основном только сверху. Чтобы эта вода вниз стекала. И только на остывшей машине. После того, как вы помоете двигатель, обязательно оставьте машину. И пусть она тщательно просохнет. По крайней мере, несколько часов ее не заводите. Не трогайте ее. Пусть она просыхает. Ну и соответственно, я что еще хочу посоветовать. При мойке двигательного отсека снимайте клемму с аккумулятора. Это обязательное требование. Потому что, если у вас что-то где-то коротнет. Вдруг что-то произойдет. То потом уже вы не успеете ничего сделать. Машина может просто тупо загореться. Поэтому я вам рекомендую. Снимайте сразу клемму с аккумулятора. Машина остывшая соответственно. И тогда уже приступайте к мойке. После высыхания потом поставите на место. Все соберете. Если кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok